приветствую дорогие друзья дядюшка бамбуцу с вами вашему вниманию вот эти замечательные клейты это клейты под названием зенсуфи хо новый такой вид клейт можно сказать а с другой стороны это продолжение серии под общим названием зенсуфи началось это явление уже много лет назад пришла такая вот идея создания флейт ну что называется гибридных флейт да то есть флейт содержащих в себе посылы послания и какие-то образы и какие-то элементы из так скажем разных традиций вот изначально это были первые поперечные флейты вот и они больше относились таким мелодической составляющей да вот то есть некий может быть образ был от японских японской флейты а собственно сама конструкция можно сказать обычной поперечной флейты коих очень великое множество и соответственно вот суфи это был вот этот такой характерный звукоряд последовательных звуков которые вот сразу создает эту атмосферу там ну у кого может быть какие ассоциации но что-то так сказка тысяча одна ночь и вот эти вот пустыни странствующие дервиши и вот это вот это и постепенно появлялись уже продольные варианты появлялись значит больших размеров флейты и вот да так давно появилась такая идея совмещение вот в одной флейте в одной флейте это хочику то есть большой диаметр широкий утагучи и соответственно вот опять таки та последовательность звуков и это дает очень интересное очень интересное ощущение при том что флейты не длинные как вот предыдущая версия была то есть это достаточно длинная длинная флейта а здесь это где-то там 69 68 67 70 сантиметров то есть ну по сепухачевым меркам такая как бы средний флейта но при больших диаметрах это уже флейта басовитая то есть у нее уже низкий звук да то есть именно такой уже но за счет того что значит внутри оставлены перегородки утагучи хочиковой то есть такой скос небольшой угол за счет этого появляется вот такая ветренность такая наполненность такая рассеянность которая ценится в хочику да или как я называю ватадзумность по сказать по имени основателя ватадзумидоса да вот это основного течения вот то есть во многом сам звук вот само само это ощущение такой массивной флейты сам этот звук само взаимодействие это относится к этому вот дзену а вот последовательность звуков она уже более мягкая и соответственно опять таки с этим характерным настроением дервишей бродячих суфиев вот с такой душевностью сердечностью да и вот в этих флейтах такое некое объединение да происходит этой строгости и какой-то вот наоборот мягкости открытости все поглощаемости вот значит если брать техническую сторону то здесь вот опытный игрок и кто уже вот начал путь именно в сякухате хочику он может заметить вот эту возможность да то есть так называемый ка риме то есть завышение занижения с помощью наклонов то есть даже не используя аппликатуру можно уже достаточно много сыграть большой диапазон плюс звукоизлечения вот здесь все как хороший такой хочику а сочетание с этими мелодизмами то есть возможность ловить вот эту волну дервишескую и в то же время используя дзенские способы взаимодействия со звуком достигать каких-то совершенно интересных результатов ощущений это новый инструмент не имеющий ну на данный момент по крайней мере каких-то аналогов или прецедентов вообще чтобы такое подобное было вот поэтому этот процесс познания в том числе мой собственный да несмотря на то что я как создатель но я чувствую что это еще предстоит открыть этот потенциал потому что мне только это пришло только нос начинает воплощаться но чувствуется есть какие-то неоткрытые возможности то есть вот я сейчас играл в моменте таком сейчас спонтанно и вот в моменте какие-то обнаружил особенности вот например я еще не играл в сякухат есть такой элемент всевозможные кора 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 кара то есть имитации птичьих голосов и голосов животных всевозможные такие вот подключая не здесь я вот еще допустим не пробовал мы просто почему-то не приходило голову хотя сейчас это кажется очевидно но давайте попробуем сейчас впервые вселенной вот по-другому идет созвучие то есть другими отверстиями вот ну то есть вот какой-то элемент появился сейчас и я с помощью эксперимента с помощью проб соотнесений нахожу открываю что-то новое процесс вот от этой секунды от этого момента вот он дальше дальше идет и соответственно те игроки которые имеют опыт сякухати хучику они постепенно могут сюда это как бы ну пополнять можно сказать коллекцию возможности этого инструмента вот по сути здесь ничего в этом смысле ничего нового то есть так и развивались развиваются традиции то есть идут какие-то открытия наработки все это пополняется и потом через какое-то время инструмент становится определенным таким обладать каким-то культовым таким статусом определенные какие-то свои классические наработки появляются и вот образуется та самая там какая-то традиция да то есть как есть существует сейчас уже там флейты ней допустим со своими школами со своими там традициями ну и соответственно сякухати хучику естественно а вот можно ли играть вот был такой вопрос можно играть здесь как бы пьес или что-то такое ну именно хонгкёку конечно как таковое здесь не предполагается играть потому что звуковя другой но я вижу что потенциал если с аппликатурами как-то хорошо сжится то какие-то из пьес или какие-то интерпретации пьес сыграть можно это очень интересный момент это вот из области еще не открытого вот но какие-то элементы соответственно то есть я например открыл здесь вот сейчас два сразу отверстия но звук соответствует то есть это нужно искать то есть если на сякухате это уже отработано есть элементы определенное созвучие то есть опытные игроки знают как это играть знает что это значит и так далее здесь это может быть обнаружено то есть меняться будет аппликатура меняться будет подача и так далее и так далее вот то есть полностью играть традицию вряд ли и смысл в этом нет просто это другой инструмент а вот а вот какие-то элементы находить взаимосвязи и с опытом в традиции сих ухачевой открывать через этот инструмент что-то или какие-то точки сборки с ну вот этой опять таки в общем смысле суфийской дервишской и баульской музыкой очень даже интересно потому что это эти созвучий как-то не представлены в пространстве то есть вот бансури с сякухати еще как-то соотносится с индийской да вот музыкой а вот эти направления они как бы совсем далеко да ну то есть вот япония с ее с строями акебона да и вот это вот ну то что называют арабик там музыка или по-разному да ближневосточные сочетания они все так или иначе там сочетаются пересекаются какой-то связи нет но это очень интересно это как раз та самая потенциальность которая возможно даст очень большие какие-то в будущем плоды да то есть вот раз прям вот оно неожиданное такое неожиданное созвучие неожиданное какое-то взаимодействие дает а а то есть я вот сейчас сыграл частично из японской темы частично из звукояда который заложен здесь вот и на каких-то вот есть какие точки пересечения но с ними нужно взаимодействовать работать потому что в хучику сякухати это очень тонкие такие субстанции да прежде чем что-то будет прям очевидным и будет таким паттерновым который можно будет продемонстрировать как опять-таки сякухати да там чисто сякухачевый ход здесь это наработано уже так сказать веками а вот а в данном случае это ну еще не пройденное да ну 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 то есть вот какие-то сочетания что-то из облачного льва классической пьесы промелькнуло до что то то есть вот можно сказать на данный момент так для начинающих наверное это будет все слишком запутанно и не очевидно скорее всего это или в будущем будет более интересно многие такие вещи вот они как бы для уже опытных игроков коих ну и не так много так скажем вот ну и или для исследователей да то есть чувствующих о чем идет речь и чувствующих вот потенциальность вот и ну наверно так сказать заброшу удочку на небольшое будущее интересно мне будет вот самому через какое-то время может быть вот 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 сделать еще более басовые варианты но это уж совсем как бы совсем экстремально так сказать но для себя по крайней мере собирались делать ну что-то такое вот там совсем совсем или ну может быть чуть скромнее но побольше интересно как это будет в эту сторону то есть это опять вот та самая потенциальность то то как происходит то как я работаю только как ищется и как находится собственно по философской стороне есть видео вот по ссылке как дополнение да об этом можно бамбусофные размышления послушать это действительно очень интересно на данный момент значит у нас вот эта флейта уже занята на данный момент эти пока потенциально свободно уже интересуются люди но возможно на момент выхода уже будет как-то такие флейты недоступны вот а всевозможное оформление состоит тоже в каких-то спонтанных то есть здесь вот например такой дервиш танцующий вырезан по бамбуке знаки то есть относящиеся к суфийской традиции означающие суфийский мир и дзен то есть это такое вот как бы такое оформление здесь всевозможные тоже такие восточные вот эти вот рисунки образы и вот тут молодой амар хаям под деревом да ну то есть такое тоже образ а здесь вот такие цветы это сочетание природного рисунка который был на бамбуке прям очень красивый и в таком же стиле я сюда просто добавил такие вот цветы вот то есть просто это связано с тем что на самом бамбуке очень много природных таких иероглифов каких-то рисунков просто огромное количество их можно просто медитировать даже рассматривая эту флейту вот эти флейты и всегда эти рисунки несколько разные то есть это не какие-то шаблонные всегда это такая тоже спонтанность всегда это какой-то вот и и импульсность живость вот все флейты все бамбуки уникальны по-своему и отличаются они немножко помогут и по высоте тона то есть в этом виде флейт это не является каким-то там то есть это вообще далеко от всяких соль там соль диез и так далее но это не имеется ввиду что происходит тут все абы как все настраивается и тюнер самый дорогой в мире оркестровый используется мной 20 лет уже при настройке и так далее и все все в курсе все в теме но имеется ввиду что диктует свое вот это направление это сам бамбук да вот он природный то есть колено колено вот как бы или сам сам бамбук и его голос все остальные вещи они как бы здесь второстепенные на 440 герц это будет там ровная соль или там это как это соль плюс сколько-то центов отправная точка не важно то есть важно именно здесь созвучие то есть вот этот вот посыл и в итоге опять таки на таких флейтах опытный игрок всегда может скорректировать свою игру по необходимости если взаимодействие с каким-то другим инструментом то есть если то есть я могу сыграть вот такого звука и могу могу сыграть как бы условно в двух тональностях это уже от опыта зависит и так далее то есть в этом смысле если необходимо на флейте сыграть под какой-то инструмент то при наличии опыта это можно все сделать потому что это свойство сикукати хачику именно вот в конструкции такой свистка который сложный и который дает большие возможности здесь палка двух концах так сказать вот флейта действительно это вот уникальное такое направление и она своими темпами развивается импульс есть надеюсь появится еще инструмента но на данный момент это вот пока то что есть то есть никакой спешки никакой спец задачи или чего-то конечно запрос тоже влияет поэтому я всегда всегда говорю что интересуетесь то есть не обязательно то есть никаких уже много-много лет никаких вот обещаний заказов каких-то этих там вот это ничего я не использую а такое как бы то есть можно все одежду бомбу хотелось бы вот что-то такое и забросили как бы вот как некую такую во вселенную да как во вселенной обращаетесь хотелось бы вот а тут просто в виде дядечка бомбу и может быть так случится что ваш импульс добавится общему импульсу и как раз инструмент будет вам интересен то есть будет готов он вам будет представлен а если вам понравится по красно а если нет то тоже прекрасно он понравится кому-то другому но здесь все очень как-то так наиболее легко как мне кажется наиболее легкий какой-то подход и дорожелюбный какой-то даже прогрессивный я бы сказал ну что ж друзья мои к чему слова когда на небе звезды интересуетесь значит видео можно послушать описание видео аудио как это звучит как это может звучать как это может звучать там взаимодействие с loop station и современными инструментами а вот и другие разновидности тоже все на моем канале представлено задавайте вопросы интересуйтесь